здравствуйте друзья у вас на экранах известный на нашем канале человек анастасия она же настя у вас есть канал называется anastasia's view вот я кстати сделал на днях плейлист где собираю чужие видео с чужих каналов про нашу школу вот я в частности там анастасия про нас рассказала да так что вот значит есть есть канал мне кажется я понемножечку упоминаю ну понемножечку я не могу собирать по крохам значит давайте мы немножко напомним вы приехали я припоминаю из нью-йорка из нью-йорка я приехала 14 апреля год назад а сами вы из набережных челнов все верно и из казани и из казани вот короче если у кого там не работает что там производят набережных челнах туалетная бумага если не работает туалетная бумага то стало быть вы знаете еще мороженое и камаза конечно же вы знаете про туалетную бумагу как чтобы не рвется по дырочками то есть по дырочкам ну там же перфорации есть на туалетной бумаге был такой анекдот когда она так знаете набережный челнецкая туалетная бумага она уникальная там нет вот этой перфорации по дырочкам так вот был такой анекдот как сделали новую модель самолета и все было ничего но крылья отваливались от перегрузки ну и не знали что и конкурс конкурс был да ну и там один говорит давайте вдоль фюзеляжа по крыльям дырочки просверлим а ты что обалдел тут сплошное крыло отваливается а ты дырочки он говорит ну а вы видели как туалетная бумага рвется там где дырочки никогда же не рвется да ну это что мы я думал про автомобили честно говоря ну ладно вы коротенько учились я училась у вас на full time а до того как у нас учились а я училась в казани на управление качеством специальности в каи как авиационный казанский авиационный хорошо хорошо но не успели поработать нет я даже не успела закончить по work and travel приехали приехал по work and travel и решила что пора вот к вам ну вы не сразу же к нам в этот поработали нет конечно я была в америке до этого почти год до того как вам приехала то есть вы легализацию быстро прошли ну как сказать легализацию я в процессе а вы еще у этой грин карты нет еще если решение на работу ну хорошо английский вы как не подхватили английский потихоньку понемножечку я первый раз я в два раза было по work and travel первый раз когда приехала у меня вообще не было английского а второй раз уже я немножечко набралась его первый раз в америке и как бы в промежутке значит давайте так соображать значит вы в америке уже два года один год до нас второй год у нас или больше у меня скоро будет два года в америке с моего второго приезда хорошо этого я еще приезжала на но приехали вы к нам не закончив институт да то есть вам что-нибудь годика 23 вот прям в точку но я же математический в культет заканчивал так то есть вы на самом деле маленькой еще ну как сказать ну как сказать не 34 это не конечно для этого дела для кей вот самый возраст для кей самый возраст хорошо а вы я вспоминаю вот еще что вы когда приехали и сказали что вы тут будете работу искать а когда вы устроитесь то ваша личная жизнь к вам сюда приедет моя личная жизнь здесь приехал то есть все-таки такой верный оказался все очень хорошо да ну хорошо ладно а ему сколько лет чуть побольше а вот что делает пока пока не по профилю но а профиль какой ну в смысле хотелось бы тоже что-нибудь войти сфере но пока мы двигаемся еще в том направлении но вы решили осесть вот тут или будут подумали здесь станет на ноги а потом к термоним мы если честно не определились точно потому что здесь все-таки довольно таки дорого все и если тут чуть подняться то можно потом куда-нибудь уехать а если все хорошо пойдет то зачем можно и не уезжать дайте-ка мне вот эту зелененькую зелененькую так это что-то мне жарко вот вы тоже можете менять периодически там выбор есть мне это очень нравится ну хорошо значит учились вы год назад учились потом пошли на практику учиться было сложно или легко вот все-таки вы же не 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 компьютерная такая девушка а учиться но у меня были компьютерные предметы в университете и учиться не было сложно но учиться нужно было и многое что я училась здесь школе уже подзабылась потому что я это но не все из того использую на работе вот и то есть если сейчас что-то приходится вспоминать то это не так просто дается поэтому если учиться то нужно сразу все на практике применять такой вопрос вы почти на практику сколько там были 6 недель 6 недель кратенько потом пошли работу искать потом я поехала отдыхать то есть я месяц где-то не искала работа и потом месяца два я я искала все-таки ушло два месяца да так искали тут не искали в нью-йорке нет я искала только тот хорошо нашли работу чего делаете то это вы до сих пор там это был контракт да но контракт как бы на год у меня был такой кончился нет он не кончился я там 6 месяцев всего хорошо 6 месяцев чего делаете 6 месяцев тестирую что приложением я делаю тестировал ручной я иногда делаю deployment то есть делала разворачивать ну то есть я создаю билды как бы с тем кодом который есть там где-то как сказать это у нас каждый пробует по очереди каждый кей вот когда-то была моя очередь мне приходилось там работать начинать пораньше дежурный грубо говоря да и сейчас просто по необходимости я иногда депло помимо этого ну что это мобильное что-то и у нас и мобильное и веб-приложение мы делаем приложение которое мотивирует людей к здоровому образу жизни мотивирует людей ходить чем больше тем лучше мы создаем конкретно мое приложение это соревнования мы создаем соревнования для людей по группам либо там личное соревнование это может быть рейс где за определенное количество точнее определенное количество шагов нужно пройти как можно быстрее или это лидерборд где за определенное количество времени нужно сделать как можно больше шагов я только ничего хотел узнать а люди кто-то пользуются реально да и это это для организации то есть контора покупают всем раздают и они там по отделам соревнуются грубо говоря да раньше было соц соревнования теперь они калории жгут да ну что же одно это интересно в смысле кайф какой-то есть этого да и у нас очень много отзывов то что люди худеют благодаря нашим приложением то есть ощущение какого-то социального такого значения да 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 а вы там тоже на приложении так как-то похудели нет но смысле на самом деле да очень мотивирует но я всегда старалась бегать с приложением но как бы по утрам бывает же лень а когда у нас идет соревнование у нас было недавно двухнедельное соревнование и я первую неделю вот просто просыпалась и каждый день бегала вторую неделю там тут что-то заболит там что-то заболит но и когда у нас когда я и так уже первая и мне уже у меня уже не такая сильная мотивация чтобы кого-то там перегнать и поэтому я вторую неделю дала себе немножечко слабинку но все равно бегала я теперь понимаю на самом деле я когда анастасию последний раз видел ну вот там полгода назад она так как-то смотрю исхудал ребенок значит а я думал что не кормлю там это как или она работает по четырех часов она просто значит вот соревнуется там с разными ну и сейчас я работаю я могу заниматься чем-то себе в удовольствии и я занимаюсь я очень давно хотела попробовать танцы на полотнах по-английски это называется это как в цирке видели наверно полотна висят такие а сверху да это вы вот так но безопасно очень упадешь с полотном вместе уже и там вот и сам но там матом так ну и преподаватели конечно же кавалер то что говорит главное чтобы мне нравилось правильно вот либерал то какой ну ладно хорошо а вот год вы нет ну не год полгода вы работаете я слышал вы там вас на постоянку переводят да с 1 июня меня переводят а вам хочется или вы лучше пошли какое-то другое место работы искать больше денег там что-нибудь такое знаете я если честно думал на сейчас у меня work authorization подходит к концу и я не могу как бы с моим заканчивающимся work authorization идти искать новую работу да у меня сейчас я в процессе продления не знаю сколько это по времени займет но нужно было подавать за три месяца я чуть опоздала подала за два месяца но но ничего страшного потому что у меня пока есть работа стабильность и в принципе меня очень устраивает моя рутина потому что у меня работа находится в двадцати минутах от дома пешком то есть вы ходите пешком нет велосипед нет а что вертолет нет да я езжу только я езжу до половины пути потому что я работаю на кастро а там парковка только двухчасовая или чуть подальше там 5 часовая а мне нужно на целый день и поэтому я что творят да переставляю пути я ставлю либо люди у нас переставляют но смысл не ходить переставлять ну что же значит такой тогда вопрос возникает но дальше что но у вас есть какая-то перспектива где-то теперь я пойду туда узнать как теперь тогда мы пойдем к вам да но я ходила сюда на курсы учила джаву и автомейшн джаву и сейчас я стараюсь изучить как строить приложение android и но я не знаю если честно что именно я буду делать но пока меня устраивает здесь я могу тратить время на учебу не могу тратить время на свои увлечения и не тратить время там три часа в день на дорогу а вот нет желания там может быть там завершить образование получить какой-нибудь бакалавра есть хочется да есть такое желание тоже и я не знаю когда выбрать лучшее время для этого наверное когда я уже шагну на следующую ступень в работе и но были буду более стабильно в своей работе буду побольше зарабатывать и тогда уже может быть продолжать мне свою учебу и вот я не знаю если честно если мне свои предметы переводить это управление качеством и идти на какого-нибудь девелопера ну или там компьютер сайенс какой-нибудь там мало чего перезачиваться вот именно или мне закончить просто мою специальность которая мне по сути не нужна но зато будет образование ну думайте сами я тут мало чего скажу давайте вот что может быть вы как человек уже заматеревший такой опытный тестер и выпускник портнов компьютер скул уже у вас есть там чего осмыслить вы уже там видео снимаете если человек думает вот пойти мне не пойти вот скажем тестер вот нашу школу например там да вот люди когда они выигрывают там лотерею они думают как жить и и вот кому уж точно к нам не надо ходить вот вы же видели разные люди думают так пойти не пойти то пусть не идут зачем а если они думают что так я же это могу у меня получится а ну то что мне вообще все двери открыты тогда конечно же вопрос так стоит ответ ваш что если есть сомнения идти не идти то не иди но знаете смотря какие сомнения если это сомнение сомнения в себе именно о я смогу ли я не смогу а то я не знаю наверное не очень стоит мучить себя а ну или вообще может быть у них сомнения ехать в америку или не ехать если они выбрали грин карту а если у них сомнения там а хватит ли у меня денег или поддержит ли кто меня но они уверены в себе а кто его поддержит ну не знаю может мне нужна какая-то мотивация просто но чтобы кто-то кто-то не то что денег дал нет конечно информационно ну да 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 просто всякие бывают там люди спрашивают сколько стоит жилье сколько что стоит как им найти вас тоже спрашивают это же блогер друзья это же блогеры все вопросы задают да да только у меня спрашивают за сколько ты снимала жилье цены на жилье растут поэтому нет смысла это было годы мы тут сидели пару дней назад буквально и значит говорим что вот надо же мы пару лет назад специально завели группу стали собирать тех-то full time до этого они так разбросанно бродили по по школе но их было так много в какой-то момент стало много что мы их уже стали в группы организовывать а сейчас мы смотрим что вот эти группы которые full time мы их доукомплектовываем частично местными то есть мы собираем то есть группа собирается и там народу достаточно но просто часть из них уже стало местных раньше это все были приезжие и мы стали думать а что собственно вы чего происходит у нас правда растет онлайновый класс очень быстро то есть что вы подразумеваетесь под местными местные которые не приехали учиться тут живут и вот индусов снова значит и вот кто-то говорит вы знаете чего ребята стоимость прохождения курса вашего сильно выросла из-за того что за эти два года резко подорожало жилье если допустим два-три года назад люди приезжали и снимали ван бедру там скажем за 1350 то сейчас хорошо если тебе за 2 удалось то есть на каждого человека лишних там я не знаю там 250 300 долларов допомножить там на полгода то есть уже получается какая-то такая сумма более существенная вот поэтому действительно как бы получается подорожало так вот местные пусть подселяют к себе приезжих они подселяют зарабатывают подселяют не у нас такой проблемы с подселением нету а вы где живете вот с вашим я живу там же куда я и приехала а что это это двухкомнатная квартира с одной ванной то есть ванн бедрум нет двух спаленная да 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 это тубы адром и сколько вас там нас там на данный момент трое то есть мы в одной комнате и в другой комнате у нас девочка и мы к ней сейчас ищем еще девочку то есть вашему кавалеру там три девочки получать мало никогда не бывает нет нет особенно когда смотришь так вот глазами ну что же хорошо ладно а что то есть такой какой-то месседж вот такой вот вы полгода у нас не не выступали да я понял вы когда получили работу да что-то я вас на самом деле прошло полгода вся жизнь казаки так проходит значит не поймешь что ли ты казак только будет какой вот значит так ребятам как англичане ружья кирпичом не чистят ну что такое вот но так красиво я точно не скажу это лисков знаменитыми фразочками да нет вы своими словами давайте ну что я бы хотела просто побольше интересных людей сюда приезжали чтобы мне было с кем проводить весело выходные такое можно сказать личный интерес да кто-то любит всякие кемпинги или кто хочет в тряпку заворачиваться и на гору лезть вот это кстати тоже если тут девочки кто-то вы или мальчики в бейере если вы занимаетесь шелками и если вы если вы живете в своем доме или у вас если где-то есть эти шелка то приглашайте меня вместе будем заниматься ну что же хорошо значит я не думаю что анастасию найти сложно но по-любому я дам ссылочку на этот канал на видео блог а сколько вас подписчиков там ой недавно проверял а ты сейчас небольшим растет растет потихонечку но вы отвечаете на вопросы зрителей да я но стараюсь я отвечать но что-то приличное спрашивать или какую-то ерунду но я не отвечаю на вопросы касаемые там как ты осталась в америке что ты там делаешь что ты там говоришь нет такого что познакомиться пытаются как может быть вы заинтересуетесь в плане отношения но как бы ясно понятно что я не одинока вот поэтому мне не пишут с целью познакомиться но мне пишут с целью мне девочки кстати пишут с хорошими девочками познакомилась не познакомиться познакомиться со мной и мы хорошо довольно таки проводим время отлично это здорово у нас был случай значит были две женщины которые друг друга знали и одна у нас работала а другая у нас когда-то училась давно короче та которая у нас работала в какой-то момент приходит на работу в банк в банке много-много наших соотечественников было сан-франциско там чек 200 тестеров все и вот значит они там сталкиваются и идут вместе на ланч покушать ну и какой-то там дяденька который работал в банке и он положил глаз на новенькую девушку и звали катя начали он подкатывается к той которая там банки раньше работала и говорит слушай ты катя знаешь она она говорит замужем там и замужем и вот тут наступил момент очень важный мужик говорит а семья крепкая понимаешь какие бывают фактически тестов хочет глубь туда докопаться вот так можно с девушкой познакомиться и сразу там будет понятно крепкая семья или нет если девушка идет на контакт да ну слушай сегодня мне рассказали анекдот что значит протестов про нас с вами что там звонят куда-то ну понятно скажите у вас иконы есть нет а подсвечники есть там такие церковные нет а там убранство там для икон там нет а шо у вас есть это отдел по тестированию у нас вообще ничего святого нет вот так вот можно сказать что тестировать ничего святого не все как парают ничему не доверяют у нас все святого только внутри вот друзья ну что давайте мы отпустим анастасию я на самом деле очень рад ее видеть и я я я на самом деле при всем моем оптимизме иногда мне и так и взгрустнешь потому что думаешь где они все знаете они такие сладкие они приходят они приходят да некоторые там не приходят некоторые уезжают куда-то и так далее я я каждый раз когда вижу такую очередную ласточку которая залетит наши гнездышко и я так думаю ну где же они все заплачут дедушку вот но в целом конечно мы очень рады когда они пристроены когда у них настроение хорошее когда у них глаз светится не могу сказать что у насти глазки не светились когда она только приехала но но все равно они у нее другим светом нынче светится правда знаете что дайте мне пожалуйста вот эту зеленую штучку жилеточку висит с вешалочки сейчас мы с вами друзья напоследок чего-нибудь такое залудим значит так да мне сама жилеточка не нужна я тут просто из кармашка вот сейчас достану у меня уйди господи да вот настенька как это называется скажите я не знаю ну это как же не знаю это пендулум он же маятник 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 называется пендулум значит я сейчас вам пожалуйста это это мой личный он у меня он на меня настроен вот смотрите сейчас смотрите говорите если там может плохо видно вот первый вопрос который значит будет отвечен как пендулум покажет ответ да вот если будет ответ да как он его покажет что происходит с пендулумом крутится крутится кружочком этому это мой ответ да это мы настраиваемся это мой ответ да как будет мой ответ нет как ну ходят туда-сюда просто по линии по линии будет не без кружочка настенька задавайте любой вопрос я там я там спрошу там типа любит не любит там сколько денег дадут хотите мы погадаем сколько вам денег дадут сейчас давайте будем гадать как вы думаете вот у меня было 20 сколько мне было двадцать долларов час ну проси не проси я думаю так вот обстрагируясь от этого дела но в принципе на постоянке теста чтобы меньше 60 тысяч получал это бывает конечно но очень очень редко поэтому скорее всего вам меньше 60 не предложит но учитывая что у вас всего 20 долларов в помогут предложить допустим там пятьдесят две и считать что это неплохо неплохой рост там да давайте мы сейчас мы узнаем а потом спросим значит у насти что получил значит насенька значит давайте так предложит ли насти больше сорока тысяч в год какой хорошо 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 90 предложит ли насти больше пятидесяти тысяч год да 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 brains смотреть так придерживая предложит ли насти больше 60 нет 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 ну давайте предложит ли насти больше 50 5 goddamn Что-то он вообще замерз. Да. Да. Только пошел в другую сторону против... Без разницы, это без разницы. Он говорит, что по кругу пошел, да. Значит, да, больше 55. Предложат ли Насте больше 57? Нет. Нет, значит, где-то получается, что где-то 56-57. Окей, это мы говорили не насчет моей зарплаты, а насчет того, что мне предложат, правильно? Так что мы будем... Это речь была о том, что предложат. Да. Будем смотреть, как там чего. А, давайте, стоит ли мне просить больше? Стоит ли мне просить больше на 5 тысяч? Да. Стоит ли Насте просить на 5 тысяч больше, чем ей предложат? Да. Он очень стихий. Он, наверное. Он с такой амплитудой пошел. У нас еще ни один ответ с такой амплитудой не ходил, друзья. Да, интересно. Так, ну, что, наглеим 10? Да. Стоит ли Насте просить на 10 тысяч больше? Нет, говорит... Нет. Не надо, говорит. Вот так, друзья. Решается судьба тестера. С этой хохмочкой. А давайте еще что-нибудь. Давайте, давайте. Что будем? Стоит ли мне менять работу в течение полугода где-то? Стоит ли Насте менять работу в течение полугода? Стоит ли Насте менять работу в течение полугода? Я бы сказал, что это уверенное, да Уверенное, да Так, еще что-нибудь А жилье стоит ли мне менять? Я сейчас вас это... Стоит ли, Насте, менять жилье в ближайшие когда? Полгода так же В ближайшие полгода стоит ли, Насте, менять жилье? Говорит, не надо Да Ну что, на молодого человека можем погадать? Давайте Что будем говорить? Что вас интересует? Я даже не знаю Да я все знаю, в принципе Та-да, друзья, сворачиваем Значит, научную Нашу сессию Мне очень понравилась эта сессия Я к вам еще предусмотрела У нас вот девочка Маша, тут я на днях снимал Вот И она сегодня приходит и говорит Она тут, знаете, на празднике Long weekend, значит И она собралась в Сиэтл Там навестить родителей И ей интервью там назначали Она только интервью Резюме повесила, я ее сделал два дня назад Бах, у нее уже интервью И как раз там? Ну вот ей говорят Да, раз ты там, значит, заходи И да, а я ей в тот момент, когда резюме сделал Она волнуется Я ей говорю Давай мы с тобой узнаем Научно Сколько у тебя времени на поиск работы Я говорю Давай меньше двух недель Не получилось Больше месяца Тоже нет Ну значит, вот, значит, от двух до четырех недель От момента, как она на рынке Я говорю Мы говорили Сколько времени займет получить оффер Оффер Вот она уже там три дня на рынке Уже есть интервью Вот она сейчас там Во вторник, в среду пойдет Дела пошли Дела пошли И поэтому, в принципе, я могу каждому, кто интересует Става, идти в школу, не идти Вот, я могу покрутить пендулум А это что-то по вашей теме? Ну вот, чем вы занимаетесь? Изотерика, нет? Друзья, должна быть интрига какая-то Окей Сейчас мы сейчас все расскажем Да, вот Давайте мы пожелаем ребятам успеха Ой, да И, значит, кому не хватает волшебного пенделя Чтобы у него был волшебный пендель Кому не хватает волшебного пендулума Чтобы у него был волшебный пендулум А у кого не хватает такой девушки, как Настя Смотрите мои видео Смотрите А другого варианта нет Как, как, понимаешь, как Говорят, у женщин чувство юбора нет Вот видите, женщины не во всем так Разные, разные были Разные, да Не во всем так отличные Просто она еще очень маленькая Я в полном рассвете сил Ну, это правда Это правда Но еще есть куда расти Знаете Я вот У нас там, ребята Процесс обучения в офисе идет И я вот Чтобы их приободрить Стишок такой им сочинил Знаешь, у нас такой Knowledge Transfer То есть знания передаются от чека к чеку Я говорю, что Трансферить, ну, лучше не просто Но путь далек наш до погоста Правильно? Нам рано об этом думать Вот, поэтому, конечно, маленько еще Но в самом рассвете сил На ближайшие лет 70 Все Настенька, делаем так вот ручкой Все смотрим Настин канал У кого есть мечта в жизни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok